Виталий Петрович, спасибо, что сегодня согласились ответить на несколько вопросов моих по вашему образу жизни. Я каждый день вас здесь замечаю, вы бегаете, не пропуская ни одного дня, сколько я уже видела. Скажите, пожалуйста, для чего вы бегаете каждый день? Ну, единственная цель – здоровье теперь уже. Я уже ни с кем не соревнуюсь, только для себя. А раньше, я знаю, что вы пробежали дистанцию большую, и вообще 42 года, вы говорите, начали бегать в марафонах. Это самая первая моя дистанция дальняя, марафонская. А вообще говоря, я в свой день рождения, у меня традиция была, в свой день рождения пробегать столько километров, сколько лет. Вот 42 километра привел, 43, 43 километра, и так я догнал до 60. В 60 километров я бежал 60 лет. Ну, а потом уже решил, что такие дальние дистанции тяжеловаты уже. Какая классная традиция. Ну, и вот бегаю так только. А почему вы только в таком возрасте, в 42 года, пробежали первый марафон? То есть до этого вы не бегали, или почему именно 42? Не, ну, я бегал всю жизнь, и в институте бегал понемножку так, но не в спортивных соревнованиях участвовал, а тогда мы сдавали нормы, ГТО в свое время. Вот, ну, так старался бегать. И на лыжах зимой ходил все время. Вот, но лучше, больше всего любил бег. Все ясно. Получается, что отличие вот тех дедушек и бабушек, которых мы видим, которые ходят вот так вот с радикуликтом, и вы, которые бегаете каждый день здесь. В чем отличие? В том, что вы бегаете постоянно? Ну, я слежу за своим здоровьем просто. Стараюсь быть здоровым. Вот, и все. Это в комплексе. Это же, чтобы быть здоровым, надо целый комплекс соблюдать. А можете рассказать о комплексе? Вот, что еще вы делаете? Помимо бега, что еще? Может, питание, да, какой-то сон, воздух? Ну, естественно, я стараюсь, ну, никогда не курил, и не курю. Вот, раз, вредные привычки. Я стараюсь меньше употреблять алкоголь, если есть возможность как-то открутиться от этого дела, значит, стараюсь уклониться. Вот, ну, а так слежу за своим организмом, чутко к нему прислушиваюсь. Он же сигнализирует нам, если что, чего. Согласна, согласна. Как вы питаетесь? Ну, вообще говоря, что дают, то и кушают. Что бабуля моя приготовит, то и ем. Здорово. Ну, и совет вот молодым начинающим спортсменам, скажем так, те, кто хотят пробежать дистанцию, и те, кто хотят выглядеть так же, как вы в вашем возрасте, двигаться так же, как вы в вашем возрасте. Ваши рекомендации и советы этим людям? Ну, вот следите за своим здоровьем. Бегайте. Бегайте. Самые лучшие виды спорта для здоровья – это бег и плавание. Бег и плавание. Бег и плавание. Помоложе был, я регулярно плавал. Два-три раза в неделю ходил в бассейн и полтора километра без остановки проплывал. Ну, а потом уже так для свободное плавание было. Ну, следить надо за собой. И тогда будешь здоровым. Спасибо. Вот такие вот простые советы, но очень действенные. Спасибо вам за то, что вы являетесь примером человека, который поддерживает свое здоровье, бегает каждый день. И, глядя на вас, будущее поколение, молодое поколение тоже будет здоровым, я надеюсь. Ну, я хочу предупредить только, что нужно очень прислушиваться к организму, к своему, и нельзя сразу вот взял и подхватился и побежал там 10-20-30 километров. Нельзя. Это надо очень постепенно к этому делу подходить. Начинать с малого, заканчивая с большим. Конечно, конечно. Если чувствуешь силы, значит, можно нарастить и темп, и длину дистанции, а так сразу нагружать организм нельзя. Все ясно. Кстати, а вы бегаете на голодный желудок или вы покушали с утра уже? Нет, еще не ел, встал и побежал. Еще я заметила, что вы бегаете именно по травке, а не по асфальту. Это тоже имеет значение? Да, мне очень нравится бегать вот по траве, особенно когда роса утром. Это замечательно. И еще я люблю, когда вот осенью уже иней покрывает стадион. Иней не снег, а иней, ну, так, около нуля, там, минус один. Вот босиком тоже очень хорошо. Босиком в ноль градусов. В ноль градусов. Пробежать босиком – это замечательно. Слушайте, ну вот они, секреты. Здоровья. Спасибо вам большое. Очень рада была с вами пообщаться. Всего вам доброго. Здоровья. И вам тоже. И вам тоже. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.